Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас с вами к 12 главе книги пророка Исаии. В 12 главе оказалась заключительная часть довольно пространной проповеди о очищающем, освобождающем, исцеляющем действии Бога, которую, как ураган, все величающееся и горделивое ломает и оставляет только отрасль от корня Иссеева, помазанника, который в духе Господа, в духе премудрости и разума приносит мир и вообще всей природе, где волк ляжет рядом с ягненком, и в мир человеческий, где разделенные колены иудейского народа уже не завидуют и не враждуют друг с другом. И вот заключительная часть проповеди об этом начинается словами «В тот день, скажешь, славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, отвратил гнев твой и утешил меня. В тот день ты скажешь, слава тебе, Господи! Славлю тебя!» В общем, в представлении библейской культуры в целом и особенно в представлении пророков, таких как Исаия Иерусалимский, ключевое отличие присутствия Бога, действия Бога, Дня Господня в том, что мы прославляем Бога в этот момент. Предполагается, что, будучи удаленными от Бога, угнетаемыми, живущими в неправде, делающими зло и вред, вот в этих обстоятельствах довольно широко распространенного человеческой истории всегда. А вот когда мы живем в неправде и в насилии, и в обмане, и в разделении, и раздорах, в этом нет правды, в этом нет духа премудрости, и в этом на самом деле нет невозможной настоящей хвала. И пророк говорит о том, что вот тогда, когда наступит День Господень, где все вот эти вот ужасы текущей жизни будут исцелены, исправлены, заменены правдой, вот тогда наступает настоящее прославление, и тогда в тот день ты скажешь, славлю тебя Господи, ты отвратил гнев твой и услышал меня, и утешил меня. Бог приближается. Вот что, собственно, называет Исаия спасением. Вот что избавление, обещанное народу Божьему, в себе заключает. Вот Бог спасение мое, говорит пророк, уповаю на него и не боюсь. Вот Бог спасение мое. Вот он, вот он. Когда люди видят события и воспринимают их, как действия вот такой сокрушающей и спасающей силы, и сокрушающей, потому что Бог срывает всякое беззаконие, зло и вред жизни, и спасающего, потому что дает путь возвращения. Господь сила моя и пение мое, Господь, и он был мне во спасение. Здесь, конечно, пророк цитирует почти дословно псалмы, посвященные исходу из Египта в первую очередь. И вот он призывает снова славить Господа. В тот день, когда вы будете в радости почерпать воду из источников спасения, в тот день вы скажете, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Тоже еще раз нужно обратить внимание на то, что, знаете, встреча с Богом и спасение для Исаии – это некоторые переживания, которые народ Божий и он сам не могут удержать в себе, не могут скрыть и спрятать для того, чтобы этим переживанием спасения самим пользоваться под одеялом и ни с кем не делиться. Это не какая-то такая спасительная и чрезвычайно вкусная конфета, которую Бог дает своему народу, он ее уплетает и никому ни слова об этом не говорит. Нет, спасение – это день, когда все славят Бога, когда от радости все начинают так петь и ликовать, что во всех народах слышно это свидетельство о Боге как о спасителе, и возвещаются в народах дела Божьи. Вот, понимаете, и когда мы там, православные какие-нибудь, ходим с унылыми физиономиями, чтобы показаться постящимися перед людьми, как Христос о нас говорит, вот чаще всего мы потому и не выглядим спасенными и не исполняем это призвание, что если ты спасен, ты поешь об этом с такой силой, с такой радостью, что за границей слышно, что возвещаются во всех народах дела Божьи. Пойте Господу, потому что Он соделал великое, да знают это по всей земле, да знают это по всей земле. Наша жизнь, наше душевное, сердечное состояние тоже, в общем, являются свидетельством, свидетельством того, что Дух Божий, Дух премудрости и разума действует через помазанника в нашей жизни. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израильев». В конечном итоге это радость именно о величии Бога святого Израилева, величии Христа помазанника Божьего. Субтитры создавал DimaTorzok